Привет, друзья! Альфа-Ромео продолжает понемногу обновлять свой модельный ряд. И после премьеры рестайла для дуэта Джулия и Стельвио, итальянцы взялись за топовые версии квадрофолио. Обе самые мощные модели в линейке получили новую переднюю и заднюю оптику в духе кроссовера Тоналы, слегка переработанный обвес и кое-какие мелкие детали, такие как карбоновая отделка решетки радиатора и крышек зеркал, выхлоп от Акроповича, золотые тормозные суппорты и тонированные матричные фары. Дополняют картину новые диски. Джулия Абутов 19 вариант, а Стельвио получил 21-дюймовые диски. Любопытно то, что компания ограничила выбор цветов для топовых версий тремя оттенками. Это фирменный зеленый, есть еще красный и более спокойный черный. Больше всего интригует 2,9-литровый V6 с двойным турбонаддувом. Все дело в том, что обе новинки в честь Рестайла получат особое издание 100 Anniversary. Главное отличие заключается в увеличенной на 10 лошадиных сил отдаче силовой установки. Это мелочь, но все-таки приятная. В результате особое издание подарит вам табун в 520 сил и 600 ньютон-метров моментов. Сказалась ли такая прибавка в мощности на динамических характеристиках моделей, компании не сообщают. Известно лишь, что вся эта мощь передается через восьмиступенчатый автомат ZF на задние колеса в случае с Джулия и на все четыре колеса в случае с Астельвио. Дорестайловая Джулия справлялась с первой сотней за 3,9 секунды, а с Тельвио за 3,8 секунды. Я думаю, что обновленные версии покажут такой же результат. Для лучшей управляемости обе модели оснащаются полностью механическим дифференциалом повышенного трения, заимствованной от более хардкорной Джулия ГТА. Всего компания выпустит по 100 автомобилей особого издания, а их стоимость пока не обнародована. Все остальные желающие смогут приобрести обновленный дуэт со стандартным табуном в 510 сил и достаточно щедрой комплектации. Интерьер остался прежним. Он предлагает 8-дюймовый дисплей и 12-дюймовую приборную панель. Все обшито кожей, алькантарой, карбоном и украшено белой строчкой. Обновленное семейство поступит в продажу уже в ближайшее время. BMW пару дней назад представила свою самую мощную модель за всю историю компании. Им оказался флагманский кроссовер XM Label Red. Но, как оказалось, не всем нужна такая дикая мощь почти в 750 сил. Компания для таких клиентов приготовила куда более скромную по своим возможностям модификацию XM50E. Ею готова на роль основного двигателя продаж, благодаря более лояльной стоимости, которую компания пока не раскрывает. Но это будет самая доступная модель в линейке. Пока официальных данных о технических возможностях новинки в BMW не указывают, но по последней информации, XM50E позаимствует силовую установку у BMW M760E. Это значит, что кроссовер получит гибридную силовую установку, которая состоит из трехлитровой рядной турбошестерки, работающей в паре с электромотором на задней оси. В седьмой серии эта установка выдает 571 силу и 800 ньютон-метров момента, а первую сотню M760E разменивает за 4,3 секунды. Есть информация, что для кроссовера эту силовую установку слегка форсируют и добьются показателя в 600 лошадиных сил. Видимо, стандартных показателей мощности недостаточно, чтобы флагманский SUV смог показать достойный уровень динамики. Но конечному потребителю от этого только лучше. Визуально базовая модель практически ничем не отличается от более дорогих версий кроссовера и предлагает тот же необычный силуэт с двухуровневой оптикой, достаточно массивными ноздрями, выполняющими роль решетки радиатора, и достаточно роскошным интерьером, который предлагает огромные возможности по кастомизации, были бы только деньги. Основным рынком сбыта для базовой модели выступает Китай, так как там очень жесткое налоговое законодательство. Также BMW рассчитывает на большой спрос на базовую модель в Соединенных Штатах Америки. В данный момент компания запустила там очень серьезную рекламную кампанию, чтобы популяризировать новинку и привлечь к ней внимание. Хотя, как мне кажется, XM это и не нужно. Он и так способен привлечь внимание без какой-либо рекламы. Тесла готовит плановое обновление для одной из своих самых продаваемых моделей. Речь идет о Model 3, представленной еще в 2017 году, так что такое обновление явно пойдет на пользу новинке. По сети уже гуляет снимок, на котором якобы запечатлена обновленная Tesla Model 3. И глядя на внешность новинки, у меня остается очень стойкое ощущение, что передо мной какой-нибудь электрический Астон Мартин. Такое ощущение формирует гладкий вытянутый силуэт с минимальным количеством линий, новая светодиодная оптика с другим дизайном и достаточно простой передний бампер. В целом новинка выглядит интереснее, но такое сходство не всегда идет на пользу самобытности самой модели. Самое интересное, что с обновлением Model 3 станет дешевле в производстве за счет сокращения деталей, необходимых на сборку самой модели. Правда, неясно, скажется ли это на конечной стоимости модели, или же производитель начнет просто больше зарабатывать. В производство обновленная Tesla Model 3 поступит в сентябре 2023 года, а это значит, что премьера новинки состоится уже в этом году. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все, так что подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики, а также не забывайте о странице в Инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok